Здравствуйте. Здравствуйте, друзья и коллеги. Меня зовут Катя. Я работаю UI UX дизайнером. Моя экспертиза больше в сторону UI, потому что бэкграунд был графический дизайн в прошлом. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как мы в нашей компании интегрируем white label логику в дизайн-систему и в продукты. Наша компания Transaction Services Group. Головной офис находится в Новой Зеландии. Также у нас есть бранчи в других странах, в Австралии, в США, в UK. Клиенты располагаются по всему миру. Основное направление бизнеса – это биллинг. И также мы разрабатываем CRM-системы и мобильные приложения для клиентов. И это все взаимосвязано. То есть мы продаем полный сервис под ключ для бизнеса. В основном наши клиенты, их бизнес в области фитнеса, здоровья, холст-фитнес, детских садов, страхования. И это большие франчайзинговые компании, у которых бранчи по всему миру. Мой департамент, которым работаю я – это Clubware. Мы разрабатываем и занимаемся непосредственно разработкой продуктов, софт-фитнес продуктов – это CRM-системы и мобильных приложений. Итак, почему же мы решили использовать white-label логику в наших продуктах? Почему эта бизнес-модель нам подошла? Так как все наши клиенты – это довольно крупные компании, и они больше занимаются развитием своего бизнеса, на development у них нет возможностей и времени, поэтому они, покупая услугу биллинга вместе с биллингом, покупают у нас и приложения CRM-системы для того, чтобы делать менеджмент своего бизнеса, и мобильные приложения являются как для их клиентов, то есть для их юзеров и посетителей спортивных клубов и так далее. Итак, я хочу просто напомнить, я уверена, что вы знаете, white-label – это логика, которая помогает создавать продукты с динамичным брендингом. То есть брендинг как таковой не определен. Нету гайдлайнов, нету цветов, все это строится во время выхода приложения. Это выгодно как нашим клиентам, так и нам, потому что клиенты, покупая приложение, полностью могут забрендировать его своей айдентикой, а нам это выгодно, потому что у нас всего лишь один исходный код и огромное количество клиентов с разными приложениями. Выпускаются они, например, в Google или в iOS, они скачиваются, как будто бы это приложение были созданы и девелопмент был создан нашими клиентами. Итак, у нас два направления аудитории. Это B2B и B2C. B2C – это мобильные приложения, как я уже сказала, которые являются поддержанием бизнеса наших клиентов, то есть коммуникация с их кастомерами. И эти приложения могут быть забрендированы, так сказать, более маркетингово, более яркая может быть палитра, и клиенты хотят видеть брендинг, такой более идентичный к их брендингу. А B2B – это CRM-системы, это системы для ведения бизнеса, системы, с которыми люди работают по 8 часов и более, поэтому палитра не может быть слишком яркой, она должна быть спокойная, равновешенная, и также хочется ее больше контролировать на уровне девелопмента. С чего же начинается разработка самого white label? Казалось бы, у нас нет ничего, ни цветов, ни шрифтов, но мы начинаем ее разрабатывать с динамичной палитры. Для CRM-системы мы просим у клиента всего лишь один цвет, главный цвет их айдентики, то есть они должны определиться и предоставить нам этот цвет. Далее мы генерируем несколько уровней палитры. Первый уровень палитры – это смешение главного цвета с белым цветом и черным цветом. Получается вот такая палитра, которая больше, скажем так, несет в себе айдентику и цвет клиента. Что мы делаем далее? Далее мы делаем еще больше цветов, и они тоже принадлежат главному цвету. Мы берем главный цвет, смешиваем его с черным цветом, например, 70% черного цвета, и добавляем в него белый цвет. Получается вот такая монохромная палитра, которую можно использовать для компонентов, фонов, и она все еще несет в себе основной цвет клиента. Так как все эти генерации происходят на уровне девелопмента, то можно легко менять эти цвета, например, взять основной цвет и смешать его с 80% черного, и тогда вот эта палитра градиентная, монохромная, будет более приближенная к серым цветам. Это подходит для таких цветов, как желтый, зеленый, которые при смешении с черным цветом получаются довольно грязными. Итак, как же выглядит интерфейс нашего CRM? Здесь представлен user profile, и главный цвет клиента синий, монохромная палитра такая холодная, и интерфейс выглядит приближенным к идентике клиента, но все еще несет в себе такой строгий и спокойный светлый цвет. Вот так вот может выглядеть интерфейс клиента, если у него главный цвет такой маджентовый, и все еще, как вы видите, даже серые компоненты и серые цвета принадлежат или имеют такое напыление основного цвета клиента. Не знаю, можно выключить свет или нет? Не можно вообще не менять в зависимости от клиента или на какие-то документации на уровне? Да, конечно. Я расскажу далее про мобильную программу. На CRM-система, да, там есть разные уровни стоимости самого приложения, и, конечно, какие-то блоки очень часто, потому что для больших франчайзинговых компаний им нужно больше менеджмент сверху, там есть часть, которая делает этот менеджмент, а для маленьких, там, один какой-нибудь спортивный клуб, то она, конечно, меньше и меньше пич там. Так. Да-да-да. Интерфейс, цвета. Вот. Значит, мы создали нашу палитру. Это является нашим таким первым компонентом в нашей дизайн-системе. В CRM-системе у нас в Clubware Development мы не используем никакие библиотеки, и все компоненты мы создавали с нуля. И с одной стороны это, конечно, очень увеличивает development по времени. Он становится более такой усложненный, и приходится очень много ругаться с девелоперами тоже, потому что они не любят на это тратить время на создание компонентов. А с другой стороны у нас, конечно, больше контроля, и мы можем не зависеть от обновления этих библиотек, то есть все полностью под нашим контролем, но не в этот раз. А, я думал, что парень поместил. Класс, я думаю, можно ли вас ставить? А вот такой вопрос. Да. А чем ты делала презентацию? Ох, я делала... Хороший вопрос. Вообще... Мне понравилось, что ты используешь немашки просто. Мне постоянно просто надо это все собрать, чтобы немашки работали. Я тут немножко, да, ну, костыли, потому что регуалит будет, что нужно приносить в ППТ, и в ППТ я вообще у меня дергается глаз, когда я про него думаю. Поэтому я делала, если честно, скетчи, хотя раньше в своем прошлом дизайнерском я, конечно, презентатором стал в дизайне, но сейчас как-то просто уже быстрее. В скетче. А потом в ППТ вставила... Да, в ППТ это можно привезти? Не знаю. Посылочку скинуешь. А, хорошо. Ну... Да, мы ее ведем в скетче, и также у нас есть storybook, это для development, и также у нас еще есть отдельная документация для отдельной системы, для каждого компонента, которую, да, тоже делаю я, как дизайнер. Итак, компоненты. Как мы применяем нашу палитру в компоненты? Если вы помните, до этого я вам показывала такую яркую палитру, которая больше всего принадлежит к брендингу клиента. Отлично. Можешь как-то рассказывать, если хотите, можно представлять себе это? Итак, первый уровень палитры, который больше всего несет в себя агентингу клиентам, мы используем эту палитру для каких-то компонентов, высококонверсия, как кнопки, всякие иконки, и также меню. А палитру вот эту монохромную, такую сероватую, мы используем для background, text fields, drop down и компонентов форм. Но также… Очень интересный слайд потом. Там очень много цветов, они все разные. Да. Хорошо. Также у нас есть один нюанс при создании нашей палитры. В чем заключается этот нюанс? Так как цвет всегда неизвестен, мы не знаем, какой брендинговый цвет может быть у клиента, он может быть даже черным, белым, то есть мы должны предусмотреть все исходы событий, все варианты, все кейсы. Представим себе, что главный цвет клиента очень светлый, светло-желтый, например. И элементы, которые находятся поверх этого цвета, если они были белыми, они, естественно, не прочитаются и не пройдут никакие accessibility-тесты. Поэтому мы ввели, и это тоже на уровне девелопмента, такую логику, когда мы высчитываем luminosity или яркость цвета, и в зависимости от этого инверсируем или переводим, то бишь, этот текст в черный цвет, если цвет слишком светлый. Таким образом, в CRM-системе мы тестируем accessibility и контрастность достаточная. Но по поводу accessibility в CRM мы не сильно углублялись в контрастность и в требования для веба, но что мы сделали, потому что это все-таки приложение для работы, но вряд ли что будут совсем слепые люди, то есть основной AA-контраст он пройден, а что касается accessibility, например, клавиатуры, то здесь на уровне компонентов мы все это предусмотрели, и CRM очень легко можно пользоваться с помощью горячих клавиш. Давайте я потом пролистаю назад вам слайды и покажу их, которые сейчас мы пропускаем. также еще помимо того, что у нас есть вот эта динамичная палитра, которая полностью не контролируется, а генерируется из основного цвета клиента, у нас еще есть статичная палитра. Вот она. Так, подождите, я вам покажу слайд про контраст. Вот, например, если цвет у клиента вот такой фиолетовый, как вы видите, больше контраст достигается с белым текстом поверх, а желтый цвет, у него 94% яркости, автоматически на уровне девелопмента цвет текста инверсируется и становится темным. Вот так выглядит приложение с светло-желтым цветом. Оно такое бежевое немножко, и все цвета текстов и компонентов, которые лежат на желтом свете, инверсированы и стали темными. Статичная палитра. Эта палитра не меняется от клиента к клиенту и является таким дополнительным усложнением интерфейса, скажем так. Она нужна для того, чтобы обогатить его, сделать просто чуть поярче и, конечно, с точки зрения UX, такие компоненты, как текст, если мы используем, например, в юзер-профайле, нам нужно показать, что у него задолженность по оплате, то, естественно, это не зеленый цвет, а какой-то красный. Поэтому необходима статичная палитра, чтобы вот такие компоненты сохранять от клиента к клиенту с одинаковыми цветами. Далее я хочу поговорить о мобильном приложении и в чем отличие white label логики в мобильном приложении. В целом, основное направление, оно похоже. Мы просим у клиента цвет. В данном случае мы просим два основных цвета. Как я уже говорила, это потому, что мобильное приложение все-таки оно такое более маркетинговое, хочется больше цветов, больше айдентики клиента. Мы просим два цвета, генерируем вот такую простую палитру прозрачности, используя для каких-то компонентов. И также у нас есть и монохромная палитра, но она динамичная, но она не принадлежит и не генерируется из брендинга клиента. Почему так? Это необходимо для того, чтобы создавать light и dark mode. Причем мы сделали эту логику еще до того, как iOS и Android представили их dark mode, потому что эта логика у нас выбирается клиентом, это не юзер меняет в приложении. Если, например, у какого-то спортивного клуба, что очень часто бывает, очень темный брендинг и темные цвета, и просто светлое приложение, оно не подойдет никак. Поэтому это тоже все происходит на уровне кода, на уровне девелопмента. Если клиент выбрал dark mode, автоматически все цвета, которые светлые, инверсируются в темные. Интерфейс в этом случае выглядит вот так вот. Это два приложения от разных клиентов, которые актуальны клиенты. Справа, как вы видите, светлая тема, два основных цвета, и слева это темная тема, она инверсирована, и один основной цвет. Почему один основной цвет? Потому что темный, черный цвет, он уже сам по себе очень активный, сам по себе является цветом. И поэтому просто не перегружая интерфейс, не делая его винегретом, мы используем и просим у клиента только один цвет. Но в девелопменте мы просто подставляем в secondary color, в secondary цвет один и тот же цвет в dark mode. И такая же логика здесь про accessibility. Мы тоже вычисляем яркость цвета и вычисляем яркость цвета и инверсируем текст, если он или иконки, или что-то, что находится поверх этого цвета. Также я хотела бы рассказать немного об анимации и иллюстрации. Как же сделать иллюстрацию, которая будет с абсолютно динамичными цветами, неопределенными? Казалось бы, это какая-то задача совершенно нереалистичная. Но вот мне была поставлена такая задача как дизайнеру, у нас уже очень много было клиентов, которые используют наше мобильное приложение, и захотела продуктовая команда сделать onboarding screens, в которых мы будем рассказывать про фичи нового релиза. Значит, нужно было сделать иллюстрации, и я решила пойти дальше и сделать анимацию, которая полностью будет динамичной. Для этого мы используем в development Lottie Library, думаю, что вы тоже слышали про это. Эта библиотека помогает создавать анимацию в After Effects и полностью ее записывать в JSON-файл и контролировать на уровне development. То есть все цвета и даже скорость анимации контролируются в development, что нам очень подходило, потому что все цвета можно было определить из нашего white label логики и определить их в анимации иллюстрации. Поиски моего решения в этом случае были и дорога к решению была трудна и терниста, но все-таки мы нашли, как же сделать такую иллюстрацию, которая в любых ситуациях, в любых кейсах, будь то темный фон, светлый фон, светлый цвет клиента будет работать. Но вот здесь я привела примеры иллюстрации, которые смотрелись хорошо на светлом фоне, но совершенно не смотрелись на темном и никак не поддерживали брендинг клиента. И что же получилось? Простое всегда выигрывает. Простая line иллюстрация, анимация сработала со всеми кейсами и на светлом фоне, и на темном фоне. Она отлично смотрелась. И мы сейчас ее используем. Уже, по-моему, пять релизов прошло с разными анимациями, иллюстрациями. В заключении хотелось бы сказать, что, конечно, с одной стороны, вот предыдущий спикер говорил про гайдлайны, но в нашем случае у дизайнера, у UI-дизайнера отнимают основной инструмент. Нету гайдлайнов, нету никаких, казалось бы, рамок, нету цветов, как бы с чего начинать. То есть, с одной стороны, огромная свобода действий, но с другой стороны, ты поставлен в узкие рамки, потому что ты должен прочитать огромное количество сценариев, как оно будет смотреться в той или в той ситуации, чтобы быть уверенным в результате. Спасибо большое. Кать, спасибо тебе большое. К сожалению, из-за технических неполадок у нас не осталось времени позадавать вопросы публично, но я думаю, что вы можете отловить Катю. Да, я сейчас смогу, если вы хотите что-то спросить. Я думаю, что вопросы явно появились у кого-то. Вот, отлавливайте, пожалуйста. У нас небольшой пятиминутный перерыв перед следующим докладом. Вот как раз можно.